Добрый день дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас сегодня с вами второй прогноз для представителей знака Скорпион наперед с 1 по 10 июля. Итак, дорогие Скорпионы, давайте посмотрим с вами, что вас ожидает в ближайшие вот эти 10 дней. Что ожидает вас в делах, в работе, в финансах, в личной жизни. Ну и начнем мы с общей, скажем так, картой, которая характеризует данный период времени для вас, 1 по 10 июля для Скорпионов. Вы будете собирать какую-то информацию про кого-то или про что-то, то есть вы будете проявлять определенное любопытство, будете анализировать что-то, обдумывать, строить планы и вести какое-то наблюдение, слежку, возможно, за кем-то. У вас будет какой-то повышенный интерес к чьей-то персоне, я так думаю. Ну и вообще вы этот период времени будете как-то на чеку, вот просто, знаете, может быть вы чем-то загорелись, да, вы хотите что-то совершить, но вам не хватает определенной какой-то информации, да, для полноты вот этого счастья и для того, чтобы быть уверенным в своем успехе. Вот вам нужно про кого-то собрать информацию, какой-то человек, мужчина или женщина, да, у всех может по-разному проиграться, кто-то вас очень интересует, кто-то вас очень интересует, и вы будете этого человека, скорее всего, что здесь речь будет именно о человеке каком-то, вы будете его изучать. Так, ну в то же самое время здесь может быть обучение ваше какое-то, может быть вы пойдете на курсы, да, то есть вот будете получать какую-то новую информацию, будете проявлять вот эту любознательность свою. Что ожидает вас в делах и в работе, Скорпионы, с 1 по 10 июля? Так, ну, выпали две карты, их оставим. Смотрите, тут в делах у вас будет какое-то определенное разочарование, я скажу, с чем оно связано. Что-то себе когда-то нарисовали, что-то себе наметили, в ваших мечтах, в ваших планах все было прекрасно, но вы понимаете, что попали в какую-то золотую клетку, да и вообще какие-то, знаете, такие стеснительные обстоятельства. Что-то вас беспокоит, что-то не даёт вам возможности вот как-то развернуться, показать себя во всей красе. И скорее всего, что вы в этот период времени примете решение касательно того, чтобы исправить эту ситуацию. То есть для кого-то это может быть уход с работы, да, то есть и вы, возможно, начнёте заниматься новым делом. Или же вы будете искать себе какую-то подработку, но которая будет у вас именно для души, да, то есть то, что вам даст, скажем так, не столько денег, а сколько вот такой вот душевной гармонии. То есть вы проявите свои таланты, свои качества. И вас в этом деле, что самое интересное, ждёт успех. Может быть, вы, кстати, начнёте чем-то заниматься в плане, может быть, будет какое-то обучение у вас, повышение квалификации, может быть, потому что вы понимаете, что вы уже выросли, да, то есть из того положения, которое вы занимаете, вы уже выросли, вам надо больше. Здесь я бы по этим картам сказала бы так, как будто вам не хватает воздуха, вам надо вот больше как-то свободы, больше пространства, больше публики, то есть вот вам необходим масштаб. Вы засиделись уже вот на какой-то должности, на каком-то месте, то есть нужно что-то менять. И я думаю, что в этот период времени вы как раз этим и займётесь, вот этими переменами. Так, хорошо, что в финансовой сфере Скорпионы вас ожидает с 1 по 10 июля? В деньгах здесь вы столкнётесь с какими-то ограничениями, с какими-то трудностями, и пока что получения денег я здесь не вижу, и здесь у вас траты могут вообще как бы превышать ваши доходы, что вас будет пугать. И знаете, как будто, может быть, у вас какие-то здесь перемены вообще вот в делах, в работе, и вы понимаете, что вам ещё необходимо… Ну вот если вы собрались, допустим, собрались менять работу, вот вы будете думать, хорошо, а как же быть? Если уйти с одной работы, а вот с поиском другой будет трудность какая-то, за какие деньги жить, то есть вы будете как будто бы подводить, ну вот делать подсчёты, сколько у вас есть, допустим, там в закромах, ну к примеру, да, на какую сумму вы можете рассчитывать, на сколько вам этих денег хватит. То есть вот у вас какие-то будут здесь подсчёты, и вы будете бояться, что вы останетесь ни с чем. Вот здесь будет панический у вас какой-то страх, потому что вы чувствуете ответственность перед вашими родными, близкими людьми. То есть вот вас этот вопрос финансовый будет очень тяготить. То есть вот он будет очень тяготить. И здесь идёт, знаете, как будто вы как разрываетесь, да, вот между тем, что вот требует ваша душа вот уже какого-то порыва, и с другой стороны вы отдаёте отчёт тому, что вот хобби — это, конечно, хорошо, но вот кушать-то надо за что-то, да, и какие-то другие там моменты тоже требуют финансового вложения. В общем, то есть у вас будут здесь вот такие качели-карусели, я бы так сказала. Переживать будете, но такой вот период. Так, хорошо, давайте посмотрим, что ожидает вас скорпионы в личной жизни. С 1 по 10 июля в личной жизни, что вас ожидает. Ну, здесь судьба вас сталкивает с человеком. Смотрите, то есть если вы находитесь в паре, то вы поймёте, что тот человек, который рядом с вами находится, у вас, кстати, два раза выпала звезда, то есть это какая-то мечта ваша, скорее всего, что исполнится в этот период времени. У вас есть притяжение к некому человеку, может быть, это ваш партнёр, партнёрша, да, то есть вы понимаете, что связь — это как бы непростая, не случайная, и вас к этому человеку тянет, манит, то есть и вот что-то вас держит, да, то есть здесь какая-то страсть к вашему партнёру, бурные такие чувства. Но в то же самое время здесь вы будете ещё испытывать страх перед потерей данного человека. Ну, в каком плане, что вы можете разойтись, да, там временно как-то, или у вас могут быть какие-то осложнения в ваших личных отношениях, то есть вот какой-то период там недопонимания, да, потому что вот вы можете, кстати, здесь слежка, да, то есть вы можете за кем-то следить, может быть, ваш партнёр или партнёрша от вас как-то отделился, допустим, или отдалился, к примеру, да, и вот вы можете проявлять интерес к этому человеку. Поэтому, поэтому здесь вы будете понимать, что кто-то вам идёт явно по судьбе, и это вам будет, с одной стороны, как бы в тягость, да, потому что вы будете здесь переживать, а с другой стороны, да, у вас будет такое чувство страсти, что, ну, знаете, вот это чувство будет перекрывать вот все минусы, какое-то притяжение у вас к человеку. Это, в принципе, касается как мужчин, так и женщин. Если вы не в отношениях, да, то что здесь? Здесь, скорее всего, что вы будете планировать, планировать какое-то свидание, знакомство, встречу, но это ещё пока что, я думаю, будет просто как в планах у вас или в разговоре, может быть, вы с кем-то будете переписываться по этому поводу, что там как бы договариваться на потом, да, после 10 июля, допустим, то есть вот как-то так. Здесь как будто идут планы, но человек у вас манит, что-то тянет, и вот вам бы хотелось бы его увидеть. Но я думаю, что вот это знакомство может произойти немножко потом. Так, я благодарю вас за внимание. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мне всегда приятно. Всего доброго!